МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские программы, которые ныне существуют, в основном созданы по заказу бизнеса и направлены, как правило, на решение достаточно узких задач. О том, что думают наши программисты о переходе на более массовые продукты в нашем материале. Цифровизация всего и вся. От страхования до доставки еды. Сегодня, говоря о развитии технологий, этой темы не избежать. Мы не успели заметить, но то, что раньше предоставлялось в виде физических услуг, сейчас предоставляется в цифровом виде. И это лишь одна из многих тенденций. Уровень наших специалистов во многом превосходит специалистов зарубежных. И поэтому не секрет, что многие успешные стартапы, многие компании, которые уже достаточно давно работают, они были основаны выходцами из России. В России довольно сильная школа математическая, очень много очень хороших IT-специалистов. Программное обеспечение от российских участников рынка зачастую превосходит по качеству то ПО, которое производится за рубежом. Не случайно в начале ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который должен поддержать отечественных разработчиков. Он предполагает, что вместо того программного обеспечения, которое стоит по умолчанию, должно устанавливаться российское. По мнению специалистов, у инициативы есть как плюсы, так и минусы. Мы можем получить зарегулированную область, и производители будут пытаться обеспечить не более высокий уровень сервиса, и какие-то конкурентные преимущества, а они будут просто стараться попасть в этот реестр, который должно будет сформировать правительство. В первую очередь речь идет об основных приложениях – поисковиках, антивирусах, социальных сетях, мессенджерах и картах. Но повлияет ли принятие этого законопроекта на расстановку сил на рынке? То, которое известно во всем мире, и которым пользуются все активно клиенты, в том числе и в России, даже если оно не будет установлено, оно по умолчанию и не установлено на эти гаджеты, его все равно пользователи будут устанавливать самостоятельно и будут им пользоваться. С другой стороны, закон может позволить российским компаниям получить конкурентные преимущества перед иностранными. Правда, производители, которые не попадут в реестр, тоже будут выдавливаться с рынка. Итак, законопроект о программном обеспечении – зло или благо? Пока вопросов больше, чем ответов. Говорит и показывает Ленинградская область. Я приветствую в студии один своих сегодняшних гостей. Это доцент кафедры автоматики и процессов управления СПБГТУ ЛЭТИ Дмитрий Каплун. Здравствуйте. Здравствуйте. И сотрудник компании-разработчика приложения Георгий Ефименко. Здравствуйте. Я по старинке привык руководствоваться логикой и здравым смыслом. И у меня первый вопрос, Дмитрий, к вам – зачем этот закон? Я понял бы, если бы многомиллионные пользователи российские написали бы петицию, и правительство бы так отреагировало. Но этого, насколько я понимаю, нет. Да, этого, конечно же, нет. Более того, любое ограничение конкуренции для конечного пользователя, для пользователя мобильного телефона, наверное, все-таки это плохо, потому что это может привести к ухудшению качества. Но тут правительство тоже можно понять. Во-первых, оно в первую очередь думает о отечественных производителях, а во-вторых… Мобильных телефонов? Приложений мобильных. Это достаточно большой рынок, и он очень бурно растет, в том числе в нашей стране. Во-вторых, тут есть момент, связанный с какими-то такими вещами именно стратегической безопасности. Те же антивирусы, те же какие-то программы для передачи сообщений, мессенджеры те же самые. Мы знаем, что через мессенджеры, как нам в свое время говорили, могут передаваться какая-то запрещенная информация и тому подобное, да? То есть вот, наверное, ставится цель каким-то образом контролировать такие вещи. Ну, про передачу информации через мессенджеры для меня, я так думаю, я так вижу. Я думаю, что государство и так про нас все прекрасно знает, без каких-то дополнительных усилий в развитии программного обеспечения. На основании тех мессенджеров, которые есть. Каков процент российского программного обеспечения на рынке сегодня? Вопрос к вам. Ну, если говорить про мобильные приложения, то у нас, конечно, преобладают российские, потому что… И так, без этого с ДАЗа. Да, да, поскольку, понятно, рынок, ну, они ориентируются на российский рынок и делают ПО лучше, чем зарубежные какие-то. Вот, то есть, как я вижу, это… В смысле, лучше, чем в Купертино, или я не так понял? Ну, в плане использования его в нашей стране, да. Его делают лучше, его делают более четче, направленные на именно наши потребители, которые здесь… Ну, то есть, это локализация, то, о чем мы говорим. Да, да, да. Ну, можно это так выразиться, да. Но здесь, наверное, скорее всего, попытка какие-то компании, которые только начинают выходить на этот рынок с какими-то программами, вывести их вот с помощью вот такого законопроекта в массы, так сказать. Почему, на Ваш взгляд, обсуждается закон о создании в обязательном порядке программного обеспечения, да, но утихли разговоры о создании мобильного телефона конкурентноспособного, операционной системы, которая могла бы конкурировать? Ну, тут вполне понятные причины, да, для того, чтобы тот же самый мобильный телефон произвести, нужно определенный технологический уровень, и тут конкурировать с гигантами, да, которые это делают уже, там, десятки лет, это достаточно тяжело вот так вот взять с нуля и произвести мобильный телефон свой. То есть, на это уйдут годы, чтобы он был более-менее конкурентоспособен, а ПО все-таки какое-то достаточно такое узкоспециализированное сделать гораздо проще. Вот, поэтому вот в сегменте именно приложений мобильных, да, тут мы можем конкурировать достаточно неплохо, и наши там решения, они не хуже, чем решения западных компаний. А вот если брать именно какие-то сложные технологические процессы, здесь мы пока, конечно, отстаем, ну... Да мы, по-моему, особо-то и не стремимся, и о нашей конкурентоспособности мы Тетрис придумали. О чем можно говорить? У нас самые гениальные программисты, в этом нет ни Но это опять же ПО, это ПО, а мы же говорим о мобильных телефонах полностью. Да, я на самом деле чуть хочу в сторону от мобильных телефонов, потому что знаю, что есть чем похвастаться в принципе в этом сегменте. Я знаю, что и ветеринарии, и медицина получают от вас какие-то реальные шаги помощи. Расскажите. Да, вот мы можем много чем похвастаться в этом направлении. В частности, вот Георгий, ну, я могу сказать, что он студент второго курса магистратуры, ЛТИ как раз вот, и он разработал приложение для помощи слабослушающим людям, и выиграл на разработку этого приложения грант умник, вот, и сейчас вот у него как раз идет вот второй год по этому гранту, сейчас приложение находится, скажем так, в стадии тестирования, мы совместно со специалистами из первого медицинского университета занимаемся развитием этого приложения. Это вот одно из приложений, скажем так, отечественного ПО, то есть помощь людям, да, с какими-то проблемами. Ну, то есть, если я верно понимаю, то приложение помогает, минуя специалиста, визит к специалисту, получить по сути те же самые услуги. Да, да. И мы, наша главная цель была перевести вот нужду ходить каждый день, потому что эта методика требует к врачу, потому что это может быть сложно, неудобно, далеко и так далее, чтобы люди занимались дома у себя, либо где-то, где им удобно. То есть, беря с собой только, например, телефон или компьютер, ну, то, что у них есть, планшет и так далее. Это кроссплатформенное приложение, вот, направленное на универсальность такую. Любой гаджет, да, то есть, опять же, мы можем в удаленном где-то там, да, в районе Ленинградской области, например, да, вот бабушка может съесть. И, значит, как раз, собственно говоря, мы попытаемся адаптировать для пожилых людей вот это приложение. У нас одна задача стояла, да, вот такая. Может сесть и по методике, назначенной врачом, вот проходить вот эти вот слуховые тренировки. И через какое-то время, там, определенный срок, который должен пройти, данные отправляются врачу, и врач следит за, скажем так, за прогрессом ее вот в прохождении вот этих тренировок, и может говорить о какой-то там возможном улучшении слуха, да, например, вот, ну, там, в зависимости от того, как она проходит эти тесты. То есть, это очень, скажем так, полезное будет приложение, когда оно пройдет, в общем, полностью клинические испытания в Первом медицинском университете. Вот, мы надеемся, что оно будет внедрено. Как ветеринарии помогают отечественным? Ветеринария тоже, скажем так, наша область интересов. Тут мы совместно с нашими иностранными, кстати говоря, партнерами, которые как раз к нам обратились, собственно, за разработкой вот этих вот приложений различных, значит, анализируем поведение животных. Ну, то есть, это система, которая позволяет удаленно ветеринару следить за состоянием собаки. Вот, и в течение там длительного срока он наблюдает, и система в автоматическом режиме выдает рекомендации, да, что вот, у собаки что-то случилось, да, она по поведению это видит. Например, мы анализируем сон собаки, да, в течение какого-то длительного времени, вот, и по показателям сна, да, вот, количество часов, которое собака провела во сне, да, как она спит там, вот. Система на основании каких-то экспертных оценок может сделать вывод о состоянии здоровья собаки и выдать рекомендации этому ветеринару. А ветеринар уже, соответственно, может связаться с хозяином собаки, да, например, и сказать ему, что вот у вас там какие-то проблемы, да. Я знаю, что даже возраст может система определять собаки. Да, да, да. И мой вопрос, так вот эти приложения войдут в список обязательных установленных гаджетов. Ну, это все-таки достаточно специализированные вещи, да. А тогда о каких приложениях мы говорим? В том числе, в том числе. Понятно, ну, о каких говорим, да, потому что сервис вызова такси есть отечественный, сколько хотите вариантов. Вроде все другое тоже есть. О каких конкретно приложениях, вот назовите мне просто область приложений, которые, ну, хорошо, антивирус, хотя он тоже существует сегодня отечественный, пожалуйста. Нет, я думаю, что каких-то таких приложений, которых нет, и люди не могут скачать, и этот законопроект даст им, позволит скачать, или там что-нибудь. Их нет. Госуслуги? Ну, нет, их просто нет. Я о том, что говорю, госуслуги можно скачать. Нужные карты скачаем. Но мой вопрос, а что нельзя скачать в этой стране в это время суток? У меня вот какая мысль, на самом деле. Помните, совсем недавно обсуждался законопроект об открытом огне, и все говорили, вот на балконах запретят курить. Мы сейчас не о том же с вами, о том, что мы говорим, вот правительство обяжет использовать только отечественное программное обеспечение, и гиганты уйдут с рынка. Ну, понятное дело, что так не будет, потому что это невыгодно и нам, в том числе. Скорее всего, это будет, если будет выходить на уровень каких-то разговоров, переговоров, это будет решаться каким-то маленьким, очень узким кругом приложений, который, может быть, будет для нашей страны входить в предустановленное в приложение, в телефон. Есть ли сейчас какое-либо импортное приложение, у которого нет аналогов отечественного? Вот есть что-то такое? Да, ну, трудно сказать. В принципе, соцсети, как мы понимаем, есть, да, антивирусы есть, мессенджеры отечественные, ну вот, не знаю, ну... Можно ли произносить слово... Да, можно ли произносить это слово, да. Ну, оно-то условно отечественное, все-таки оно, как бы, уже сейчас не вполне отечественное, да. Вот, ну вот, если только мессенджеры, ну, вроде бы, тоже какие-то аналоги были, разрабатывались. Вот, ну, честно говоря, мне даже трудно сказать, чего вот нет отечественного, чтобы можно... Чтобы было вот прямо необходимо, да. Вот, и от чего мы вообще вот не можем отказаться. Наверное, такого нет. Ну, вот, прямо вот на первый взгляд ничего не приходит. Более того, нужно учесть тот факт, что вот сейчас большие крупные корпорации, которые создают операционные системы для мобильных устройств, например, они сами позволяют пользователю удалять приложения, которые они ставят. То есть есть в обществе такой резонанс, что им не нравится, что у них стоят какие-то уже предоставленные системы, которые ставятся испокон веков. Вот, а чтобы еще больше какие-то ставились, это вот уже... Ну, в свое время с компанией Microsoft же был этот скандал, да, причем он начался, по-моему, на американском рынке, да, что они продавали, что почти все ноутбуки продавались под установленной системой Windows. И обязала, по-моему, антимонопольная служба, как раз американская, да, вот продавать ноутбуки вот без операционной системы, чтобы пользователь сам выбирал, который покупает ноутбук. Это же все проходили, в общем. На самом деле, я вспоминаю, есть такой замечательный отечественный сериал «Обратная сторона Луны». И там как раз показано то возможное будущее, о котором мы говорим, когда у всех отечественные мобильные телефоны с отечественным программным обеспечением продолжим после рекламы. Продолжаем. В студии один разговор о программном обеспечении и о новом законе предположим, правительство решит, что в обязательном порядке у каждого обладателя мобильного телефона должно быть там 8 приложений, госуслуги там и 7 еще каких-то. Но ведь есть разработчики, которые в принципе их продукт не подразумевает установку сторонних приложений на их телефон. Как программист, ответьте мне, как решить этот конфликт? Ну тут уже нужно смотреть по интересам, нужно ли той компании, у которой нет таких возможностей. То есть совместное предприятие «Сколковый Купертино» должно образоваться? Нет, это произведется в плане при переговорах каких-то. То есть какие-то совместные, скорее всего, не будут, потому что, опять же, это разные сферы. То, что делает Купертино, это целая экосистема, это не только операционные системы, телефоны, это все вместе в комплексе. И железо, и ПО, и так далее. Мы говорим вот только о таких приложениях, которые просто кодом пишутся, опять же, средствами, которые поставляют из Купертино. И эти вопросы могут решиться в плане договоренностей каких-то, что в предрелизе какой-то операционной системы будет установка этих приложений. Но как разработчик могу сказать, что это будет очень затянутый процесс, потому что сейчас у них там налажено, понятно, выпуск и сборок и так далее. А вклинивать какую-то постороннюю компанию, еще с посторонним ПО, которое они будут априори ставить на свои телефоны, это чревато долгими процессами проверок, тестирования и так далее со стороны их. Мой вопрос школьный. Верно ли я понимаю, что технически абсолютно любое приложение при желании можно поставить на любой телефон и заставить это работать? Правильно я понимаю? Да, в общем, да. Тут нет никаких особых проблем. Ну, когда, условно говоря, люди где-то в онлайн покупают недорогой телефон на непонятном языке, то здесь достаточно быстро его русифицируют. Я просто к чему говорю? Идут разговоры о введении электронного паспорта. Мы видим, мы сами наблюдаем, как, в принципе, заканчивается эпоха наличных денег. По сути, да. У нас все в мобильном телефоне. Абсолютно все. И, в принципе, я понимаю, если государство, например, выжелает оснастить все телефоны приложением электронный паспорт. Да, где будет и страховое свидетельство, там, и так далее, и так далее. Это понятно. Это возможно, на ваш взгляд? Возможно его приустанавливать. Я же говорю, скорее всего, да, но если договорятся, опять же, тем более, такие данные, которые должны храниться только у нас в России, и у нас есть даже законопроекты, которые не разрешают данные, личные данные пользователей хранить где-то за рубежом. Они должны быть на серверах у нас в России, чтобы этот процесс наладить как-то. Это будет очень сложно. Да, но банковские карты, они все, пожалуйста, на серверах, они все в сети, по сути. Да, только они у нас. То есть, исходные коды или приложения, они находятся у наших банков, у нас в России, и без передачи в Купертино или еще куда-то. А что мешает точно так же поступить с виртуальными электронными паспортами? Ну, это просто вопрос о безопасности данных. У каждого банка есть приложение. Я даже не знаю банка, у которого бы не было приложения. Ну, так по сути, тогда и паспорт может по той же схеме существовать. Может существовать как отдельное приложение, и даже в наших реалиях его просто можно будет скачать как госуслуги и пользоваться. Да. Это можно будет сделать. Ну, вот это, на мой взгляд, да, на поверхности. А что еще, на ваш взгляд? Вот чего нет отечественного, да, что требовало бы там импортозамещения? Ну, у меня идея только в какой-то узкоспециализированных приложениях. то есть, есть приложения, которые предназначены для работников каких-то стратегических объектов, которые выполняют какие-то функции, ну, не просто телефон, на него напичканы всякие датчики и так далее, и они выполняют некоторые определенные функции. Возможно, такие, но опять же, в массы... Ну, закон-то, да, он массовый. Да, в массы. В массы это не... Мы понимаем, что у каждого есть мобильный телефон. Мы подразумеваем, что у каждого владельца мобильного телефона есть кредитная или дебитная карточка, которая привязана. Там есть приложение банков. Это все есть. Вот есть еще что-то общенеобходимое, общедоступное, то, чем можно пользоваться каждый день. Ну, не делать же свой национальный прогноз погоды. Или это хорошая идея? Нет, это не хорошая идея, но вот идеи, если честно, у меня нет. Просто, вот мы говорим о законе, да, но я пытаюсь себе смоделировать ситуацию, представить, что это будет. И на самом деле, дальше, чем вот паспорт, вот это пришло мне в голову, я пойти не могу. Но, предположим, там, 8 приложений, о которых мы не знаем. Подрастет стоимость гаджетов? Если закон там будет принят и появятся эти новые приложения, как быть с лицензией? Ну, тут момент такой достаточно сложный, потому что, опять же, если запретят продавать именно без предустановленного российского, да, вот этих приложений, да, то, опять же, отреагируют западные компании, да, вот на это, которые именно производят телефоны. Сложно сказать, просто-таки Россия довольно-таки большой рынок, и мы сталкивались с ситуациями, когда все-таки эти компании шли на уступки нашему правительству, да, те же самые возьмите банковские карты. Был же принят закон о перемещении процессинговых центров, да, в нашу страну, и те же самые Visa Mastercard, они, насколько мне известно, пошли на это. Вот. И многие компании тоже по закону о хранении персональных данных, они тоже пошли на то, чтобы переместить вот эти вот сервера, в России. У нас, между прочим, тоже есть своя национальная платежная система МИР. Да, 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 то есть они, они как бы пошли на локализацию, и они вот в это влились. И вот тут, как отреагируют вот эти вот производители, очень сложно сказать, потому что, если они скажут, что нет, и все, да, мы просто вам продавать телефонные мобильные не будем, ну, черт с вами, там, потеряем рынок 150 миллионов. Вот. Я думаю, что это не 150 миллионов. Ну, это больше, но я условно так сказал, да, по населению. Вот. Тогда это один разговор. А если они на это пойдут, тогда с новым, мне кажется, ничего совершенно не будет. Ну, я могу сказать на примере индустрии видеоигр. Несмотря на то, что у нас, наверное, до сих пор процент пиратства непозволительно высок. И тем не менее, вы знаете, что два десятилетия назад о русифицированных и локализированных играх речи не шло. А сейчас любая игра, которая производится на Западе, не без участия наших талантливых программистов, обязательно на русском языке. Товары, которые, много импортных товаров, которые продаются, да, они обязательно русифицированы. И телефоны, которыми мы сегодня пользуемся, есть, конечно, те, кто предпочитает не русский язык, но все-таки абсолютное большинство печатает в мессенджерах исключительно на русском языке. Да, несмотря на то, что все эти гаджеты произведены за территорией нашей страны. В чем разница между русификацией и предустановкой программного обеспечения? Разница очень простая. Русификация, это просто мы, нам дают возможность пользоваться русским языком, да, но при этом... Ну, а чего бы нам не дать еще пользоваться возможностью набором национальных приложений? При этом разработка-то, она все равно в руках не наших, да, остается. А тут же речь идет о том, чтобы разработка, ну, то есть, исходные коды, да, чтобы они были в наших руках, в российских руках, там, в руках российских программистов. И здесь есть разница, да, то есть... А для российских программистов составляет труд раздобыть код? Ну, естественно, как бы... Они могут написать свой, но такой код, как там, они же, естественно, повторить не могут. Это, скажем так, творчество, и тут тяжело очень повторить чью-то хорошо, как бы, там, продуманную идею, да, или там, то, что разрабатывалось годами, как те же самые мессенджеры, да, вот возьмите, всем известные, да, там, WhatsApp, Viber, да, они же годами разрабатывались, и сейчас они, понимаете, технологического уровня достигли. Вот. А вот сейчас начнем мы с нуля разрабатывать российский мессенджер, я вот так условно говорю, и, наверное, нам будет тяжело с ними конкурировать. Возьмите приложение ВКонтакте, известное, да, и другое известное приложение, да, которое мы знаем, не наше. Вот, ну, они же достаточно... Вы про Фейсбук или Телеграм? Да, про Фейсбук, да, ну, как бы, если мы говорим о соцсетях. Контакт мне ближе. Да, нет, естественно, и мне ближе, да, потому что там, ну, скажем, я пользовался им просто дольше, вот, так у него же давняя довольно-таки история. Согласен. У меня вот вопрос, какой Георгию. Идут же разговоры о новом стандарте связи, 5G. Когда он появится, по вашему мнению? Ну, как я вижу, обстановку, она достаточно такая непростая у нас в стране по развитию и выделению новых частот, особенно вот в 5G. То есть, если говорить о всем рынке мировом, то, наверное, к следующем году у нас уже будут смартфоны, которые будут поддерживать 5G. Корея уже развернута, сеть 5G, то есть, уже проблема решена, в общем. Я к чему это говорю? А не получится так, что мы сделаем приложения, которые морально устареют? Ну, пока договоримся, что оно будет выпускаться, может быть. Да, и главный-то вопрос, который не дает мне покоя, он, конечно, риторический и отчасти философский, но мне кажется, что и в этом сегменте у нас есть какие-то более насущные проблемы. На ваш взгляд, есть? Для развития программного обеспечения в России. Ну, вот если сходу сказать, то я не вижу. На самом деле, у нас достаточно хороший рынок, если говорить про рынок, вот, ПО и мобильных разработок. Нет каких-то проблем для... То есть, условия все есть? Есть условия для развития. И тогда главный вопрос в финале нашей беседы завтра или виртуально послезавтра приходят к вам уважаемые люди и говорят 8 приложений за год. Справитесь? Надо будет привлекать кого-то? Надо будет задействовать помощь западных партнеров? Нет, западных партнеров не нужно будет задействовать. Совершенно справимся. Вопрос в другом. Сколько времени займет это, если это будут какие-то приложения специфические? Смотря какие. Смотря какие, да. Если нужен прогноз погоды, то сделаем. Наши программисты могут все сделать, да, и они очень востребованы. В частности, выпускники ЛТИ просто на расхват. Их уже забирает компания ведущая, IT-сектора, еще когда они учатся в бакалавриате. Я про магистратуру уже не говорю, да, то есть магистры уже работают все поголовно. Купертина. Ну, в том числе. Между прочим. Да, сейчас такая вот незатейливая реклама учебного заведения, но надо сказать, что учебное заведение и впрямь очень уважаемое, и есть чем похвастать, конечно. Ну что ж, друзья, я бы с удовольствием продолжал эту тему, и я уверен, что у нас еще будет повод встретиться. и если появится уже название этих приложений, мы сможем предметно поговорить, а пока мы в режиме русской сказки принеси то, не знаю что. у меня в гостях сегодня были доцент кафедры автоматики и процессов управления СПБ ГТУ ЛТИ Дмитрий Каплун. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Удачи. Вам и сотрудник компании разработчика приложений Георгий Ефименко. Я, кстати, знаю, что у вас прям свои приложения в вашем мобильном телефоне. Какие, кстати? Есть. Есть одно, которое мы... Нет, не погода. Есть одно, которое мы разрабатывали специально для нашего университета. Оно сейчас помогает там тысячам нашим ученикам, чтобы они не пропускали пары, знали, где что проходит. Полезная штука. Полезное очень приложение, да. Спасибо вам огромное. Еще раз. Меня зовут Алексей Меньшов. Увидимся через несколько часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова